Для него война за русский мир уже завершилась. Чем это закончится и коли цамина закончится? Ваши прогнозы я их не вспомнил. Если честно, не знаю. Игорь Безлер ушел по-английски, не прощаясь. Я ухожу в дом, не как сказал мальчишка, Тихонь сквозь грудь, но ненадолго. Сейчас за царство Беза идет настоящая война. Самого горловского Беза поспешили похоронить. Он много знал и мало кому подчинялся. И в войне те люди, которые были с ним, не повернулись в Горлевку, и за агентурной информацией они были ликвидованы. Секретные материалы выяснили, правда ли, что Беза отправили в ад. Зачем боевики Захарченко уничтожают боевиков Безлера? И стоит ли ожидать возвращения самого неоднозначного боевика Востока? Говорят, что у вас не нужно гарнистр судьбе Захарченко. Говорят, что курдает. Ну, это ж неправда. Сегодня борьба за территории, подконтрольные Безлеру, идет без участия украинских войск. Война в войне. Боевики начали истреблять друг друга. Первой жертвой этих внутренних разборок стал российский наемник с позывным «Москва». Его убили на блокпосту возле Макеевки. Не знаю, на сколько хватит духа, на сколько их выяснили. Во время визита журналистов телеканала «Один плюс один» Без уходил от вопросов его взаимоотношений с Захарченко. А это надо? В границах выдуманной республики. Безлер выдумал свою маленькую республику. В нее вошли Горловка, Енакиево, Макеевка, Шахтерск, Торец, Снежное и Харциск. Ну типа Горловка, Енакиево, Макеевка, Республика, ЕМОР выходит. Именно в этих городах сконцентрировано наибольшее количество нелегальных копанок Донбасса. Без сидел на золотой жиле. Власть Захарченко на эти территории не распространялась. Игорь Безлер стал неконтролируемым. Меня кто-то не разоружает. От украинских властей, блин, до придурков. ДНР. Называя ДНРовцев придурками, он слушался только кураторов из России. Как на так? Это подтверждает и уже позабытый стрелок. В характере Безлера присутствует неистребимая и очень весомая махновская составляющая. Он всегда стремился обособиться. И терпеть не мог подчиняться кому бы то ни было. Как только он получил отдельный канал снабжения, он сразу перестал мне подчиняться. ФСБшники решили вывести горловского махно из игры. Последней каплей стали танцы Беза перед камерой 1 плюс 1. Проводить обряд экзорцизма. В Горловку прибыл российский офицер. Была агентурная информация по тому, что фактически был серьезный тиск на него. И он выехал с Горловки в сопровождении российских войсковых, которым он командовал высокопоставленный офицер на прозвище Суворкин. После изгнания Беза началась открытая война за его царство. Боевики Безлера не пожелали подчиняться ни Захарченко, ни командирам оплота. Об этом секретным материалом стало известно от правой руки Беза, сепаратиста Максима. Выжили не все. Житель Москвы, прибывший воевать на восток Украины, якобы против киевской хунты, был застрелен донецкими орлами Захарченко. Без команды от Беза его соратники решили стоять насмерть. Из-за отсутствия телефонной связи обороны Горловки и Макеевки руководили через социальные сети. Был введен план «Крепость». Этот план придумывали для украинских войск, а применили против боевиков. Об этом написала пресс-секретарь Алена Романова в группе «Безлер-Инфо». Она подтвердила, что уже несколько дней самопровозглашенному главе ДНР не удается взять под свой контроль города Беза. Захарченко пытается переподчинить сейчас, как бы, ну, таким-то оплотом. Мы узнали, кто руководил операцией со стороны оплота. Оплот совместно с военной полицией в ДНР. Для понимания ситуации, он с кем-нибудь поджидал всем этим движением, где-то эксплуатированы в Носов. Добавил Виктор Ильич Носов. Официально Аносов – уроженец Симферополя. Сейчас он занимает должность начальника военной полиции ДНР. «Стрелал из подствольников. Зашли порядка, ну, больше сложности, около 10-11 техники». Считается одним из самых жестоких боевиков. Участвовал в захвате госучреждений в Крыму, боевых действиях в Славянске и Иловайске. «Как сидим? Все, сейчас здесь-то полегче будет». В Горловской группировке считают Носа предателем. «Просто я был данный конфликт, потому что он однажды приехал, именно приехал, мы же не верим с Голландши и еще там, и подставили бы вот эти...» «Об операции по захвату городов Веса знал и так называемый премьер-министр ДНР Александр Захарченко. Нос – человек из его близкого окружения». «Возможно, есть отличие от этого есть, но...» «Нос, знаете, как выражение будет насыпать?» «Нос ему напередить?» «Так и так и так, но ситуацию я не знаю». «Беса при содействии российских спецов вывели из игры». Но его бесята переняли бунтарский нрав своего командира. В самом окружении Безлера все окутано туманом. «Дальше противостояние между Оплотом и Безлером продолжится, или что-то будет решаться?» «Ну, смотрите, если бы он противостоял бы, давайте немножко порассуждаем, он бы из Горловской бы не выходил, значит, он как бы с каким-то мнением не согласился и достойно вышел с этой ситуации. Вот и все». Авторитет и власть так вскружила ему голову, что Без решил установить свои правила игры на подконтрольной ему территории. И так заигрался, что в скором времени начал мешать кремлевским руководителям. Безлер начал вести переговоры с представителями вооруженных сил Украины, а также с переговорщиками по обмену пленных. «Без хотел сотрудничать с украинской властью. Рассчитывал, что он здесь надолго, а впереди холодная зима. Потому что он стал искать компромисс с Украиной. И смотрел на региональные особенности Донбасса, частью Украины». Кремлю не нужны были внутренние конфликты внутри фейковой страны. Сначала кремлевские боссы его просто предупредили. Но он начал активную подготовку для обороны и защиты Горловки. Без знал, что теперь бои будут уже не с украинской армией. «Нейтрализация такой позиции была направлена в спецподрозвью Гругенштаба. Он был предупределен, что будет проведена атака, и он будет нейтрализован, и его люди будут нейтрализованы физическим способом». Началась настоящая война между сорвавшимся с цепей Безом и российским спецназом. Подобное в истории выдуманной Кремлем Новороссии уже было. Без повторил судьбу славянского Стрелкова, под руководством которого, собственно, и начинал. «Я не хотел бы комментировать. Единственное, что я могу сказать, что, конечно, я ушел не по-своему». Когда речь идет о политических сценариях, Москва действует одинаково, просто отстраняет от руля непокорных боевиков. «С точки зрения большой политики, видимо, мое пребывание признано было нецелесообразно». Параллельно с русскими регулярными войсками в городах Беса начали устраивать разборки и боевики Аплота. Безлеровцы начали самостоятельно отмахиваться от Аплотовцев. Но местные журналисты нас уверяли, что в Горлотке по-прежнему все хорошо. По нашей информации, Удельное княжество Беса теперь контролирует новые хозяева. Всемогущий спецназ ГРУ. И на сегодняшний день ситуация полностью контролируется Россией. Это представители спецназа ГРУ, которые реально контролируют ситуацию. Частина представителей структур Безлера перешли на биг ДНР, но под контролем Российской Федерации. Самопровозглашенный мэр Горловки говорит об отъезде Безлера, как о обычной военной командировке. Где сейчас находится Игорь Безлер? Боевая подруга Беса раскрывает нам тайну. На данный момент он получил сейчас звание героя. Мы ожидаем его в течение суток. Он сюда, он здесь уже будет у нас находиться. Я с ним на связи. Ее патрон жив-здоров собирается на отдых в Крым вместе с фотографом и сбитым оплотом. Приезд с Димой хомиком, которые похитили оплотовцы, которые над ним издевались. Но в Горловку Без уже не ногой. У него нет желания возвращаться, значит, его гражданская оппозиция не позволяет принимать в этом участие. На базе идеологии русского национализма много месяцев Кремль строил русский мир на Донбассе. Но как только стало понятно, что русский мир – это всего лишь слова, идейных с востока Украины убрали. В условиях приближающейся зимы и назревающих голодных бунтов местных жителей Москве нужна жесткая карательная власть. Власть, которой хоть и не верят, но очень боятся. Поэтому единолично Александру Захарченко и его цепным псам Соплота поручено превратить Донбасс в гетто.